Не дарите мне цветов. Так я всегда говорила своим ученикам и студентам. Но стереотип продолжал работать. Женщина, 8 марта, букет цветов. Супер! Да, у нас как бы клуб. То есть это несколько клубов, которые реконструят разные эпохи на данный момент. Сейчас мы проводим, так сказать, рекламу, потому что в честь 8 марта, непосредственно рыцарей 8 марта, приглашаем всех желающих, но в основном непосредственно мужчин, чтобы подарили своим дамам цветы. Спасибо большое, что наступающее у вас. Цветы я люблю живые. Они те, которые сорвали ради нашей минутной прихоти. И по чем красота-то? 60 рублей. 160 рублей? Один штук. Тюльпант? Да, тюльпант, 60 рублей. А значит, в букете у вас 5? 300 рублей. 300 рублей. А мимоза откуда? 50 рублей. Откуда? В Абхазии. Абхазская, точно? Да. Как можно понюхать? Даже нужно. То есть 150 рублей, вот такая веточка? Нет, вот такие веточки. А-а-а, а такая? От них 350 рублей. Вот это вот они рано все вела, поэтому у него нет. Ага. Вот тюльпант, она глянь здесь. А 150 это вот это. Да. Ага, и как берут? Хорошо? Сейчас понюхать хочу. Всягем. Ничем не пахнет. Не пахнет. Смотрим, что еще дальше. Мимозы. Откуда мимозы? Мимозы откуда? Я не знаю откуда. А сколько стоит, знаете? 200. 200. Ну это хотя бы более-менее на мимозу похоже. Спасибо. А ваша мимоза почем? 150 лет. 150? Ну там хоть шарики приличные. И откуда это? Испания. Испания даже. Испания. Италия, Испания. А запах это от них идет? Может быть, конечно. Не знаете. Только запахом. А все цветы не пахнет. А можно вас понюхать? Понюхать. Не вас понюхать, мимозу. Перед 8 марта цветы продают везде. На улицах, в метро, в магазинах. На торговом центре. Спасибо. Ворот раз написано. Прямо. Розы. Одна штучка 55 рублей. Традиции, ритуалы, говорите. Давайте заглянем в историю. Считается, что появление цветов в жизни людей связано с обрядами жертвоприношения богини-матери, которая являлась символом женственности, любви, семейного благополучия у многих народов. Тогда же, в древности, появляется традиция украшения цветами помещений. Этим отличались дворцы восточных повелителей и дома их вельмож. На перах римского императора Нерона помещения усыпались лепестками роз. Роскошными украшениями из цветов славились дворцы французских королей 17-18 веков. Когда в Европе 18 века расцветает театральное искусство, букеты цветов начинают дарить актрисам в знак признания их таланта, благодарность за доставленное удовольствие. А вот на Руси культа цветов никогда не было. Да, русские девушки плели венки и украшали ими свои головки, но не более того. Только во времена царствования Романовых, оглядываясь на Европу, цветы начали использовать для украшения дворцов. А традиция дарить цветы женщинам появилась у нас уже в 19 веке, благодаря французской актрисе Марии Тальоне, которая, выступая со своими спектаклями, специально приучала русскую публику к этому ритуалу. Я отношусь к тому редкому, видимо сегодня типу женщин, которому невыносимо видеть агумию умирающих цветов. Тем более, если букет куплен и подарен формально, только потому, что так положено. Терпеть не могу, когда что-то делается формально, не от души. Просто потому, что так принято. Это мое мнение, и я никому его не навязываю. А почем ваши цветы? А сейчас у нас идет лучше 45 рублей штучка, а если красненькие, то 38 рублей. То есть 5 красненьких, 190 рублей, например. То есть красненькие подешевле? Вроде, да. А откуда вообще такая... Откуда эти тюльпончики? В Голландии. А вот такой букетик сколько стоит? 850, 15 баллов. Понятно, спасибо. Ну эти, конечно, очень нежненькие такие, приятные. 15 штук получается. Спасибо. Пожалуйста, не дарите мне срезанных умирающих цветов. Если хотите мне что-нибудь подарить, подарите мне ваши искренние чувства. Подарите мне живые цветы, которые растут на земле и питаются солнцем. И тогда для меня наступит настоящий праздник. Спасибо. 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 Спасибо.